Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, Виктор Викторович. Коллеги, поставьте плюсик. Если нас видно, слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсик. Так, отлично. Итак, коллеги, здравствуйте. Сегодня, как всегда, мы встречаемся на нашей методической пятнице. И напишите, пожалуйста, да в чат, кто уже был с нами, кто знает, в каком формате у нас проходят методические пятницы. Ну и кто умеет писать да, тоже можете написать. Коллеги, давайте знакомиться. Напишите, пожалуйста, откуда вы, из какого города. У нас в Петербурге сейчас светит солнышко. Виктор Викторович, мне кажется, в Москве тоже прекрасная погода. Весна пришла. Весна пришла, вот, и мы рады весне. Да, и так, коллеги, надеемся, что нет. Надеемся, что только начнется, а за ней будет лето. Ну, хорошо, да. Итак, коллеги, у нас сегодня совершенно потрясающий гость. Виктор Викторович Лавриков, старший методист метров иностранные языки МГПУ. И сегодня, коллеги, у нас интереснейшая тема. Мы поговорим о Московской электронной школе, поговорим о тех перспективах, которые есть у учителей в качестве авторов этой школы. Чем сейчас занимается этот проект? Ну, и прежде всего, мне, наверное, бы хотелось начать с вопроса у Виктора Викторовича и просьбы даже такой немножко рассказать о себе. Кстати, я сзади вижу у вас наш прекрасный плакат «Эрилот», что очень приятно мне. Виктор Викторович, расскажи о себе. Давайте я чуть-чуть представлюсь, Виктор Викторович. Вы можете меня назвать Виктор, я вас, Наталья. Давайте вырежем. Вот. Уже больше года, чуть-чуть больше года, я работаю в должности старшего методиста в новом институте, который называется Институт содержания методов технологии образования при Московском городском педагогическом университете. Он был создан буквально практически год назад, в 2020 году. И, коротко об институте, это организация, которая полностью, на сегодняшний момент полностью курирует проект Московская электронная школа. Основные такие ключевые направления нашей деятельности это развитие содержания столичного образования, это тематический каркас Московской электронной школы. О нем сегодня тоже пойдет речь более подробно. Развитие сервисов Московской электронной школы для учителей, работа ведется непрерывно с начала работы нашего института. Развитие профессиональных сообществ учителей и управленцев. Речь идет о том, что мы поддерживаем связь и организуем профессиональное сообщество в виде методических объединений, например, учителей, в том числе иностранного языка. Ну и четвертым таким ключевым направлением является совершенствование профессиональных компетенций в области технологий институтного обучения, что является сейчас, вы сами понимаете, очень актуальным. Что касается меня, то я закончил сам Московский городской педагогический университет, это мой альбоматор, в филологический университет, роман германская филология, и по специальности я учитель немецкого и английского языков. До этого работал 10 лет в школах в качестве учительного немецкого языка и чуть-чуть английского языка было время. Работал методистом и 4 года работал в городском методическом центре. Вот сейчас я являюсь сотрудником Института содержания методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. Да, у нас сейчас, мы уже обратили внимание тоже с Ириной Петровной, что аббревиатуры теперь расшифровываться все сложнее и длиннее, должности все длиннее. Такая тенденция у нас идет к этому. Спасибо большое, Виктор. Расскажите, пожалуйста, нам немножко тогда поподробнее про направление и в целом, как устроена Московская, соответственно, электронная школа. Ну, давайте я подготовил небольшую презентацию, которую я хотел бы показать нашим коллегам, потому что коллеги, ну, московские коллеги, конечно же, знакомы, очень даже сильно знакомы с этим проектом. Все учителя находятся уже достаточно продолжительное время внутри этого проекта и функционируют, работают уже непосредственно в такой неразрывной связи с цифровой образовательной системой. Мы ее так уже можем назвать. Вот, а коллеги, которые работают из наших регионов, кстати, мы поддерживаем связь с регионами в плане повышения квалификации учителей. И некоторые регионы, ну, такие, например, Хабаровский край, коллеги из Ижевска, коллеги из Астрахани, были нашими слушателями, и мы проводили, если сейчас это активно тоже дальше продолжаем делать, повышение квалификации в русле Московской электронной проекта, Московской электронной школы. Что это такое, и зачем это нужно, и как это можно, почему это нужно, и так далее. То есть такие регионы интересуются этим проектом, и мы с удовольствием оказываем такую методическую поддержку в виде курсов повышения квалификации, которые проходят дистанционно. Очень хочется, конечно же, попробовать наконец-то выехать к коллегам на места и уже воочию показать, как это все тоже работает. Потому что онлайн-формат — это одно, а офлайн-формат — это, конечно же, другое. Ну, к презентации на экране вы видите, ну, чуть-чуть, может быть, истории, совсем чуть-чуть. Началось это все в 2016 году, и правительство Москвы начало реализацию проекта Московской электронной школы. Зачем? Зачем это все было нужно? Для того, чтобы создать качественно новую образовательную платформу с полноценным учебно-методическим контентом и максимально широкими возможностями для учеников, для учителей и, конечно же, для родителей. Сегодня мы говорим о Московской электронной школе как о цифровой образовательной системе, и уже пятый год идет развитие этого проекта, идет активно и сейчас находится в такой вот очень даже активной фазе. Создаются новые сервисы. Чуть-чуть коротко тоже об этом расскажу. Три основных направления работы, развития этого проекта — создание интегрированного продукта, радикальное изменение стратегии работы с контентом и поддержка дистанционных форм обучения. За весь прошлый год у нас Москва, скажем так, поддерживалась этим проектом, и были, конечно же, проблемы, были сложности, но мы их преодолели, и можно сказать, что мы выяснили очень достойно и продолжаем развивать этот проект в русле, в том числе и дистанционного формата обучения. Виктор, могу я тогда здесь сразу вопрос вам додать? Скажите, пожалуйста, планируется ли вот дальнейшая, как мы сказали, уже диверсификация проекта на другие регионы? То есть не только опыт в Москве, но и дальнейшее развитие вот опыта региона? Ну, как раз об этом и вышла речь, когда я говорил о том, что мы оказываем такую методическую поддержку в виде курса по обучению, как регионы интересуются, потому что речь идет не только о содержании, о том, что есть библиотека Московская электронная школа, есть конструкторы сценариев уроков, создание различных учебных материалов, но это еще и системный вопрос, это и технология, это и техника. Да, то есть сейчас регионы интересуются, регионы интересуются и в большей части. Да, собственно, мы сегодня еще немножко поговорим о том, что каким образом можно стать автором, какие бонусы авторам это дает, на каких условиях, и также, как я понимаю, авторами МЭШ могут стать и коллеги не только из Москвы, правильно? Потому что, смотрите, у нас сегодня вся Россия с нами, я думаю, коллегам это будет очень интересно узнать, что вот и с точки зрения распространения опыта, то есть с точки зрения участия в проекте, это может быть не только Москва. Московская электронная школа – это не закрытый проект, как-то было два года назад еще, да, это открытый проект. Стать автором, разработчиком может каждый, кто заинтересован в этом, и это делается совершенно просто, нужно просто зарегистрироваться в системе, получить логин и соответственный вход в систему, и стать полноценным, практически полноценным участником этого проекта. Вот. Большое. Да, коллеги, я думаю, вам это важно услышать, потому что мы сегодня собрались здесь со всей Россией. Я вот вижу, когда мы с коллегами знакомились, абсолютно разные города у нас сегодня. Да, да, это очень отрадно, и я думаю, что это будет только развиваться, расширяться, да, и очень важно получить опыт методический, такой опыт наших коллег из регионов. Ну, что касается вот как раз-таки той истории, что Московская электронная школа – это такой комплексный проект, который включается не только в поддержательную часть, но вот техническую чуть-чуть о ней, что это и сведения о посещении питания ребенка в школе, это пополнение счета для оплаты покупки в школьном буфете, можно управлять питанием, вот я как отец троих детей, например, могу управлять питанием. Кстати, я поставлю огонек. Я, в общем-то, являюсь, соответственно, полноценным таким вот свидетелем того, что происходит изнутри Московской электронной школы. Мои дети учатся в школе и в детском саду ходят младшие, и, соответственно, я это все испытываю и на себе как родитель. Одни только положительные эмоции, есть возможность управлять, как я говорил, питанием моего ребенка, есть электронный дневник, есть учетная запись для родителей, есть учетная запись для ученика, учетная запись для учителя. Это три разные такие категории для того, чтобы управлять функционалами и сервисами Московской электронной школы. Это и приложения, которые были созданы для того, чтобы упростить, облегчить работу с системой. Я получаю информацию, хочу получать, получаю, не хочу, отключаю уведомления о расписании, о заданиях, об успеваемости моего ребенка. Получил он пятерку или двойку. Я сразу могу об этом знать, после чтения того времени, как учитель выставит это у себя в электронном журнале. И, соответственно, я получаю вот эту объективную комплексную информацию о том, как мой ребенок учится, что он проходит сейчас, в данный момент, например, на уроке. И эта информация будет в этом году расширяться. Я тоже чуть-чуть об этом расскажу. Это то, что новое появилось, то, что еще пока нигде не афишировалось. Вот такую маленькую интригу сделаю. Ну и, конечно же, это возможность общаться с любимым учителем онлайн через эту систему. Вот я хотела как раз об этом, честно говоря, Виктор, спросить. А не происходит ли так, что когда все ученики начинают общаться с любимым учителем онлайн, бедный учитель такую нагрузку уже просто пережить не может? Потому что учитель по математике может быть любим, горячо, целой параллелью классу. Как вот это решается? Это этикет. Ну, как бы нужно просто поставить вверх. Сейчас в любом случае мы все понимаем и знаем, что большинство учителей пользуются группами WhatsApp, как правило. И вот чтобы ограничить себя от таких вот нашествий после 10 вечера, например, конечно же, есть такая возможность общаться нормально, по расписанию, учитывая правила общения, этикет общения через Московскую электронную школу, через электронный журнал дневника. Это очень важно. Коллеги, если у вас появляются вопросы к Виктору, пожалуйста, пишите в чатик. Я внимательно слежу за чатом, все читаю. И, пожалуйста, спрашивайте, задавайте. Ну, вот по цифрам вы можете посмотреть на экран. Эти цифры уже, может быть, даже чуть-чуть устарели. Сейчас чуть-чуть больше можно уже ставить здесь показатели. Это обращение к электронному журналу дневнику в неделю. Да, это более 22 миллионов обращений. Масштаб очень большой. Это более 14 тысяч учителей, которые являются авторами контента. В общем-то, и задумывалась, идея была такая, что и сейчас она никуда не делась, эта идея, что именно учителя являются авторами, большинство авторов этого учителя, непосредственно, которые находятся, скажем так, у станка. А креативные учителя, творческие, это такие большинство, которые являются авторами-разработчиками контента. И, соответственно, которые пользуются и не только своими материалами, а и раздают своим коллегам, и коллеги пользуются материалами друг другу, и происходит взаимообмен. В общем-то, и здесь появляется такая новая роль. Роль Московской электронной школы не только как такой-то ресурс образовательный, не только как система, которая обеспечивает такую бесперебойную работу образовательной системы в целом, но и это развитие самого учительского сообщества, когда происходит внутри обмен опытом, новые методы преподавания, новые приемы, цифровая грамотность, появляются новые интерактивные уроки, проектная деятельность в рамках Московской электронной школы. Все это, все новое, оно, скажем так, оно находится в рамках Московской электронной школы, и учителя могут пользоваться опытом своих коллег. Вот это очень важно. Я понимаю, что это экономит время преподавателей на подготовку, ну и улучшает качество, поскольку уже эти материалы разработаны, абрагтированы. Прежде всего, как в прошлом, относительно недавнем, учитель, когда не было Московской электронной школы, когда, в общем-то, и не было какой-то цифровой организации учебного процесса, мы все имели такие папочки в шкафах, собирали ксерили, да, постоянно ксерили, вот это вот ксерить, 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 огромный, да, это тоже можно, мы к этому привыкли, мы это прошли, это было достаточно удобно, вот, но, конечно же, гораздо удобнее все это иметь в цифровом виде, в доступе, в непосредственном структурированном, как именно ты хочешь, это было все по папочкам, все там, где там находится все, чтобы быстро это можно было найти и сразу же включить, использовать и, в общем, это, конечно же, стало гораздо удобнее. Так, ну, и про основные такие моменты в рамках сервисов Московской Экспертной школы, ну, прежде всего, главный сервис, это библиотека Московской Экспертной школы, где находится на данный момент уже более 52 тысяч авторских сценариев, 49 тысяч это уже такая устаревшая цифра, количество сценариев увеличивается, старые сценарии, там идет такая работа также по тому, по обновлению, скажем, контента в библиотеке, чтобы это, почему? Потому что обновляются сервисы, обновляются возможности, в конструкцию сценария добавляются новые возможности, и уже такие старые, старые сценарии, они, скажем так, аннулируются и дорабатываются, и опять приобретают новый вид. Расскажите нам, пожалуйста, может быть, тогда немножко поподробнее, да, вот, собственно говоря, о ролях, и каким образом вообще можно стать автором Московской Электронной школы, какие требования к авторам предъявляются, какие темы сейчас наиболее актуальны? Смотрите, значит, стать автором нужно зайти в библиотеку Московской Электронной школы, ну, сейчас я могу, например, раздать экран, да, на этом. Замечательно было бы строго. Коллеги, вы нас поддерживаете огоньками, что вы тут нас слушаете, смотрите, вам интересно, нам очень приятно будет. Тогда заменю эту роль мою. Видно, да. Видно, да. Значит, как я вижу это, вот просто захожу как пользователь с любой точки земного шара в интернет, да, захожу по ссылочке учебник.mos.ru, называется этот адрес, адрес библиотеки Московской Электронной школы, захожу в главный каталог, вот, и я уже могу, в принципе, пользоваться библиотекой в качестве, ну, как пользователь, да, в правом верхнем углу есть очень важная такая кнопочка с вопросительным знаком инструкции видеть вся информация, просто чтобы сейчас не тратить на это время, да, вся информация для того, чтобы начать пользоваться, продолжить пользоваться, стать разработчиком контента, как это все делается, все здесь у нас прописано и достаточно все подробно, ну, например, разработчики контента, да, регистрация библиотеки, вот, про что я говорил, да, здесь есть подробное описание, как это все сделается, вот, и, соответственно, можно все проделать самостоятельно, изучить это интуитивно, все понятно, и если какие-то вопросы, всегда есть техподдержка, в которую тоже можно обратиться и получить необходимую информацию. вот, в качестве, как роль, да, я получил свой логин-пароль в систему, у меня есть сразу, если я в Москве работаю, например, да, и работаю учителем в школе, я получаю роль учителя, при регистрации, по-моему, там какая-то другая роль, как-то по-другому она называется, но тоже имеет свой функционал, то есть вы получаете определенные возможности для того, чтобы создавать уже свои материалы. Вот, как учитель я могу создавать сценарии уроков, приложения, задания, тесты, видеоуроки, есть пользоваться самодиагностикой, где выложены тренажеры по всем предметам, по разным параллелям, для того, чтобы обучающиеся самостоятельно могли проверить свой уровень знания, есть учебники, загруженные в систему книги, пособия и электронные учебные пособия, это тоже такой вид контента, который очень будет сейчас перспективным, и это, по сути, в общем-то, вот эти тематические тетради, не знаю, методические такие разработки, цифровые, которые можно тоже, соответственно, разрабатывать и выкладывать в библиотеку Московской электронной школы для общего доступа. существует грантовая поддержка, давайте, можно сразу об этом тоже скажу, она сейчас тоже будет меняться чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, даже будет так достаточно сильно меняться в содержательном плане, но в любом случае на данный момент учителя, которые создают хорошие сценарии, хорошие, качественные сценарии, которые пользуются популярностью, востребованы, получают денежное вознаграждение, можно и не один раз получить, и не два раза получить, то есть многие учителя мотивируют, мотивированы тем, что существует в том числе грантовая поддержка их в качестве таких профессиональных авторов. Фактически методистов, да, фактически автором методистов. Да, по сути, да, по сути, да. А есть ли какие-то требования к авторам именно? Да, конечно. Вот смотрите, если я сейчас, ну, требования в смысле вы имеете в виду любой человек, можно зарегистрироваться и стать автором разработчиком. Вот, да, вот это я хотела услышать. То есть нужно ли там, например, специальный тест или может быть металл? Нет, 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 все, любой абсолютно, да. Вот. Ну, а дальше мы говорим, если про требования, да, ну, наверное, это вот в содержании, да, вот я сейчас открываю еще одну такую волшебную вкладочку, которая называется «Модератор». Вот. Что важно знать и понимать, что материалы попадают в библиотеку Московской электронной школы не просто так, а через такой сито. Они модерируются. Я, например, являюсь модератором материалов по немецкому языку и могу сразу показать, главный такой, один основной вид контента это сценарий уроков. Вот. И если я вот открою сценарий, которые попали ко мне на модерацию, сейчас могу показать, чуть-чуть покрупнее сделаю, да, как это выглядит со стороны модератора, потому что многие, естественно, даже понятия не имеют, что происходит с их материалами, когда они попадают на модерацию, что видит модератор у себя в окне и как это все оценивается и пропускается в общий доступ. Есть такой вкладчик, такая вкладочка, как заключение и здесь вот в заключении есть такие, такие три важных, ну, не три, больше, а критерии оценки, да, критерии оценки технического характера, то есть технические требования соответствуют, не соответствуют, нормы русского языка, и вот, наверное, о тех требованиях, которые нам сейчас более близки, как учителям, как авторам и разработчикам, ну, в общем-то, такая забота и в какой-то степени даже боль наша, это методические требования и требования к содержанию самого материала, вот, ну, о которых мы, наверное, можем поговорить, можем не говорить, как вы считаете нужно. я хотел обратить внимание прежде всего на, в нашем предмете, да, если мы говорим о предметике иностранный язык, то есть такое требование, как содержание соответствует требованиям в ГОС к результатам обучения, примерной основной образовательной программе, соответствующей уровню образования и взрослым особенностям обучающихся. здесь речь идет прежде всего о тексте в ГОС в части иностранных языков, это требования к результатам, ну, основное требование это достижение до порога, ну, на уровне основного образования, например, да, это достижение до порогового уровня в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком. С этим документом нужно обязательно подробно ознакомиться, кто еще не ознакомился, я думаю, те коллеги как минимум слышали про это, вот, что это не просто формальное такое какое-то исполнение стандарта, а это действительно такая большая работа в рамках системного деятельностного подхода, это, если мы говорим о результатах, то это не только предметные результаты, это и личностные метапредметные результаты, если мы говорим о примерно основной программе, то это уже хорошо бы в лучшем случае не только открыть, но и подробно ознакомиться, какие результаты прописаны в части требований, в части результатов основной обязательной программы, и в части содержания. Виктор, у нас вот вопрос есть, от какого количества просмотров на гранты идут сценарии? Там не просмотры, там фиксируется, там такая достаточно комплексная система, это не просто просмотры, это запуск, то есть что такое сценарий урока, как он функционирует, это три экрана, давайте я сейчас открою. Просто любой, который сейчас на модерации висит, да, на немецком языке сценарий. Три экрана, экран ученика, экран учителя, экран, вернее, диалоговой доски, экран учителя, экран ученика. И это три таких разных содержательных блока, которые интегрируются в рамках учебного занятия друг с другом и управляются с помощью приложения, с помощью системного обеспечения, вот, для того, чтобы обеспечить вот этот трехсторонний процесс взаимодействия. Такой достаточно сложный процесс, с одной стороны, с другой стороны, к этому можно привыкнуть. Если есть оборудование, опять же, здесь речь идет о том, чтобы было оборудование. Если нет оборудования, значит, это можно все распечатывать и просто пользоваться как учебные материалы для того, чтобы, ну, они были в доступе всегда и под рукой, да, в папочке моих материалов. Вот. Так. Вопрос какой был про запуск, да? Да, про запуск, про грантовую поддержку. Существует, да. Я не могу сейчас точно назвать количество запусков, которые, по-моему, 500, если коллеги подскажут. Ну, вот, коллеги там, Юлия, да, подскажут. 500 запусков, вот, и, прошу прощения, и департамент информационных технологий, соответственно, это задача именно этого ведомства, снимать показатели, вот, и, соответственно, в соответствии с этими показателями определяется и грантополучатели, их достаточно много, там разные есть гранты за определенные виды контента, вот, и, соответственно, я не буду сейчас назвать на суммы, которые, или назвать, не надо лучше называть. Вот, видите, у вас, это по грантам вопрос у нас еще один. Видите, а как именно изменится грантовая поддержка в скором времени? Всем интересно, конечно. Я думаю, что, нет, ну, смотрите, про грантовую поддержку сейчас я не могу, к сожалению, ничего говорить, потому что это находится в разработке, еще пока ничего не утверждено, но чуть-чуть могу рассказать только о том, что мы переходим от сценария урока к блоку сценариев уроков, да, то есть даже грант не за сценарий урока, а грант за покрытие полностью темы. Тема должна быть раскрыта полностью в виде сценариев уроков, там не менее трех пока сейчас цифры существуют, вот. Ну, пока распоряжение еще не подписано, пока мы ничего не можем говорить. По поводу, да, вебинаров, поскольку институт полностью занимается организацией этого процесса всего, и в том числе, соответственно, информирование в виде обучающих вебинаров, на сайте я хочу, ну, давайте я покажу, еще раз раздам, мне понравилось расставать. Да, видите, хорошо звучит. И потом тогда еще немножко про темы. Мы начали вот уже говорить, да, какие темы у вас требованы, вот потом туда давайте немножко тоже продолжим разговор. Да, да, об этом тоже мы поговорим. Значит, сайт нашего института, mdpu.ru, и зайдя на этот сайт, такой достаточно простой здесь, и здесь есть некоторые важные вкладочки для того, чтобы уже влиться в этот процесс. Прежде всего хочу, ну, здесь публикуются, во-первых, все материалы, которые, вебинары, которые мы проводим, запись вебинаров. Также у нас есть и наш YouTube-канал. На YouTube-канале тоже уже размещено масса интересных материалов, видеозаписей за все то время, которое мы работаем. Вот они последние пошли. Здесь и авторские мастерские, здесь и обучающие вебинары по дистанционному обучению, лайфхаки, клубы, методические клубы учителей разных предметов, в том числе иностранного языка и так далее. То есть много-много всего интересного. Можно самому здесь посмотреть и получить такое представление. И второе, наверное, что важное, это про модерацию как раз я хотел показать, что появилось нового. Во-первых, данные, контакты, модератор, вы знаете, кто у вас модератор, вы имеете некоторые представления, в том числе, как он выглядит. И, что немаловажно, это обратную связь, которой раньше не было, или она функционировала достаточно криво. Сейчас все функционирует, все настроены дружелюбно, все готовы помочь в решении любой проблемы. Но главное, что появилось, это инструкция по оформлению материалов. Если мы нажмем, кликнем сюда, ее можно распечатать, сохранить. Соответственно, и если мы внимательно ознакомимся со всей той важной информацией, которую мы прописали в этой брошюре электронной, и перед тем, как отправлять на модерацию материал, мы очень как чек-лист просмотрим, все ли мы сделали так, как здесь написано, грубо говоря, то смело можно отправлять и не иметь проблем с прохождением материалов в библиотеку Московской электронной школы. Потому что, естественно, речь, если мы говорим о гарантии, например, или о том, чтобы материалы были в открытом доступе, чтобы ими могли пользоваться все, то материал должен пройти в модерацию. Вот это обязательно такое условие. А теперь тогда, вот у нас все сыпется вопрос. Да, да, да. По поводу, стоит ли ожидать отметки грантов за отдельные сценарии, потом за блоки. Анна, не только московские учителя могут создавать уроки в МЭШ. Немножечко Виктор уже про это поговорил в начале. Да, любой пользователь, который считает, что он может создавать сценарий уроков, он может зарегистрироваться и стать таким полноправным разработчиком контента Московской электронной школы. Виктор, тогда, может, несколько слов вы скажете, какие сейчас темы у вас требованы? Вот давайте я покажу, ну, здесь вот в презентации у меня как раз слайдик есть. То есть изменилась философия и подход к отбору контента, вообще к систематизации, организации сбора контента в Московской электронной школе. Появилось такое понятие, как тематический каркас. Раньше у нас были контролируемые элементы содержания, кэс, да, сейчас это тематический каркас. В нашем предмете, что это значит? Давайте я покажу, да, сейчас я раздам, покажу все-таки, как это выглядит, что это такое, значит, как учитель. Я зайду. Слева у нас есть фильтры, мы можем отобрать, соответственно, предмет. Давайте английский язык открываем. Английский язык. И тема каркаса. Давайте посмотрим, что это такое. Это такие базовые глобальные темы, которые, тематическая каркаса, это такая совокупность ключевых тем по всем школьным предметам. На данный момент их всего уже более 780, по-моему. И главная задача тематического каркаса, это интеграция всех сервисов в Московской электронной школе. То есть на него нанизываются как бы все-все-все возможные сервисы. Что это за сервисы? Это, например, поурочное планирование, это сами, конструктор, соответственно, конструктор сценариев уроков и так далее. Значит, по уровням образования. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Вот они темы. Давайте возьмем основное общее образование. Тема каркаса. Это те темы, которые у нас прописаны в примерной основной образовательной программе. Мы должны соответствовать этой программе для того, чтобы реализовывать в ГОС. В нашем предмете это такие вот коммуникативные сферы, скажем так, темы. Нам всем известные, которые также фигурируют во всех наших, ну, во всех учебниках, которые находятся, ну, в том числе и в федеральном перечне. Да, выдающиеся люди родной страны, второй образ жизни, мир современных профессий и так далее. Вот мы кликаем на эту тему, на любую, и дальше видим дидактические единицы. Дидактические единицы в нашем предмете – это вид речевой деятельности, языковые средства. Ну, вид речевой деятельности, аудирование, продуктивное, рецептивное. Языковые средства, грамматика, лексика, фонетика, орфография, пунктуация. Социокультурное знание, умение. И предметное содержание речи, вот эти подтемы, так называемые, которые в рамках большой темы тоже могут фигурировать. Зачем, как мы можем использовать этот каркас? Мы его используем для того, чтобы найти материал по данной теме и по конкретному грамматическому явлению, да, форму future simple и present continuous для выражения будущего времени. Выбираем, применяем, вот, и, соответственно, ищем материал. Вот он здесь у нас появляется, потому что вы видите 84 страницы материала, который был нанизан, скажем так, на эту тему и на грамматическое явление, которое мы с вами обозначили при поиске. Вот, собственно, каркас. Каркас обновляется. Сейчас, в данный момент, он претерпевает изменения. Опять я включусь. В прошлом году, да, началась работа по обновлению каркаса. Учителя, которые были активны, да, практически все учителя Москвы в этом поучаствовали, в дополнение и внесение изменений в тематический каркас. Были внесены, например, в основном общее образование три новых темы. Были внесены дезаптические единицы, грамматические явления, там некоторые были, подправили. Вот, что-то убрали, что-то, ну, скажем, подкрутили, вот, чтобы это было удобнее всем пользователям. И сейчас, вот, на данный момент идет работа по интеграции этого, всех новых каркасов. А мы говорим о не только английском языке, да. У нас в системе существует семь языков. Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, иврит. Что-то не назвал? Да, все назвал. Вот, и все эти предметы, соответственно, имеют свой тематический каркас. Они все где-то там перекликаются, в общем и целом, вот, в темах особенно и так далее. Ну, и, естественно, грамматика и языковые средства, там есть, естественно, различия. Вот. Хотела еще спросить у вас. Вот сейчас у нас достаточно много говорят про конвергентность, про то, что будущее у нас за, скажем так, совокупностью разных предметов. То есть это, например, на стыке математики, биологии, медицины, английского. И здесь, конечно, невозможно тоже не поговорить про content and language integrated learning. Вот как с этим обстоят дела на платформе? Ну, в требованиях к любому сценарию урока, например, есть такой один важный пункт. Междисциплинарность, да, то есть урок должен иметь в каком-то там этапе, или вообще, в принципе, весь сценарий урок должен быть разработан в рамках междисциплинарного подхода. И здесь как раз в нашем предмете многие задают, что это такое вообще, как, это что там, там, посчитать, не знаю, там, шарики на английском языке, и это будет математика. Да, вот, нет, конечно, вот, речь идет, ну, таких двух направлений как раз мы двигаемся, вот, каким образом оно должно функционировать. Например, мы привязываем наш сценарий урока к, там, местным параллелям, там, шестой, седьмой, восьмой класс, например, да, или вообще к оптимому уровню образования 5, 6, 7, 8, 9. Соответственно, наша задача, как учителя-разработчика контента, все-таки поинтересоваться, что проходит сейчас на данном, или вот в данном периоде, или вот под данной темой, учащиеся по другим предметам, какие есть состыковки, вот, и брать, соответственно, содержание из других предметов, чтобы учащийся в этот, ну, там, период времени, при прохождении, там, программы, да, в школе имел вот этот, вот такую, такую протянутую линию по всем, по некоторым, там, ум или более предметам. Вот, ну, что касается предметно-языкового интегрирования обучения, это вообще наше все. Сейчас это тенденция, тренд такой, он не чувствует, что мы модные, это уже все, это наше. Это реальность, модность, модность, модно она была, там, не знаю, лет пять назад у нас, по крайней мере, ну, как я это видел, и мы с этим, в общем-то, ездили и ходили на семинары, то сейчас это просто необходимость, в Москве тем более, потому что в Москве у нас есть такие большие городские проекты, как предпрофессиональное обучение, это предпрофессиональное обучение, это медицинские классы, это матвертикаль, это IT-классы, это академические классы и так далее, то есть профильное обучение и предпрофильное обучение, и язык, да, как, скажем, как средство, он не может быть просто языком, да, то есть здесь речь идет о том, чтобы интегрировать содержание, содержание образования по предмету иностранный язык, второй иностранный язык тоже никуда не делся, вот, и интегрировать его в различные уже предметные области или стыки предметных областей, такие как, там, биохимия и так далее. Вот, и здесь речь идет, естественно, о том, чтобы разрабатывать соответствующее содержание, и если мы говорим о предметно-языковом обучении, это не то, что многие, к сожалению, до сих пор еще считают, что это преподавание, там, не знаю, биологии на английском языке или химии. Да, IB уже такая история. Это не то совсем, это не бакалавиат IB, да, это совсем другая история, вот, ну, сейчас, наверное, я не буду, там, прям, целые... Ну, они могут приходить к нам на разные вебинары, тематические... Да, 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 если есть запросы, то есть вопросы, обязательно можно, там, поделиться материалами, но прежде всего, главное отличие, это не предмет на языке, а это предмет и язык. Предмет через язык и язык через предмет. Язык через предмет и обязательно наличие вот таких, ну, базовых, не знаю, там, составляющих в занятиях, это наличие, это урок исследования, по сути, каждый урок, дети что-то там открывают и используют в чанке языковые средства, речевые обороты, процессы, которые проходят, что они делают в этот момент, как это все функционирует, через вот такие вот конкретные речевые образцы, и они выходят уже на выходе, уже мы получаем ребенка, владеющего предметом, предметными знаниями и владеющим уже необходимыми такими языковыми компетенциями вот в рамках изучения данного предмета. Нас Юлия Викторович спрашивает, какие темы добавили в каркас? Добавили научно-технический прогресс, ООО, добавили на уровне основы общеобразования, добавили научно-технический прогресс, тему культура, искусство и иностранные языки. Мы их взяли, не мы их взяли, да, их предложили учителя, которые работали в рабочих группах на уровне школ, МРСД, это жарные советы директоров, такие вот у нас кластеры в Москве есть, на уровне города, вот, и на уровне вот такого большого экспертного сообщества уже. Мы их утвердили, эти предложения. Они вот, учителя английского языка решили, что им не хватает углубленного изучения иностранного языка. Да, классно, хорошо, мы добавили эти темы, теперь они есть. Они и среднего образования были, мы их достали, ну и плюс еще там ряд дидактических единицы по тем, которые мы тоже добавили по желаниям наших коллег. Да, Виктор, раз уж мы начали говорить о подходах, я знаю, что вы вместе с нашим уважаемым издательством Релоты, в частности, с Светланой Николаевной Лосеевичем, нашим президентом, вы являетесь партнерами и разделяете мнение в некоторых методических подходах. Вот расскажите, пожалуйста, что у нас общего, что нас объединяет? Ну, нас объединяет, прежде всего, такая вот общая идея относительно преподавания языка, подхода к преподаванию и к отбору содержания, прежде всего. Да, вот в рамках всего вышесказанного компания Релот является нашим партнером в части формулировки экспертной работы рабочей группы по утверждению результатов. Значит, сейчас такая важная идет, уже завершающая стадия идет работа по пробированию, не пробированию, а по формулировке интеграции результатов в Московскую литературную школу, то есть при планировании, сейчас я покажу презентаршечку, другую, вот она, при планировании, при создании поурочного планирования, каждый учитель у нас создает поурочное планирование перед началом учебного года для того, чтобы сделать календарный тематический план, расписание подстроенное, вот, и дальше нанизывать на это планирование материалы, то есть содержание, которые будут на уроке, которые будут в домашнем задании или при самостоятельном изучении какой-то, какой-либо темы. Так вот, результаты, которые были, которые прописывались, сейчас идет совершающая стадия по утверждению этих результатов, и Светлана Николаевича является почетным экспертом, членом экспертной группы, которая будет, вот, как раз на следующей неделе мы встречаемся онлайн, Светлана Николаевича пока не знает об этом, но вот... Сейчас она, мне кажется, может быть, даже смотрит нас и знает, и не смотрит, но посмотрит наверняка позже, я уверена. Да, мы работаем по, скажем, утверждению этих результатов. О чем идет речь? Каждый учитель, так же, ровно как и каждый ученик, будет иметь возможность, наконец-то, узнавать, и родители, соответственно, тоже будут счастливы. Почему? Потому что каждый урок или, там, каждая тема, в общем, учить ученик будет вставать и засыпать с этими результатами. Может, даже еще немножко. Ну, в хорошем смысле, потому что все будут знать все-таки, чему они должны научиться, чему они научились. Вот, вот это вот важный момент. В части иностранных языков результаты описывались в подходе, вот вы говорили, вы спрашивали, да, в чем у нас, почему, почему релот, почему мы вместе, да. У нас есть общий подход, это компетентностный подход к обучению, преподаванию иностранного языка и, соответственно, коммуникативный подход. Мы взяли за основу компетенции, которые отражаются в речевых, в двух видах речевых, речевых деятельностей, рецептивное чтение, аудирование и взяли за основу, скажем, подход к, структурировали по видам, по видам это аудирование чтения, это там глобальное понимание, для основного понимания прочитанного, прослушанного текста, выборочное понимание, детальное понимание. И в части продуктивных умений, это говорение и письмо, мы брали за основу коммуникативной интенции, которая реализуется в ходе урока. Грамматика и лексика остаются, скажем так, не то, что в стороне, она находится внутри умений и устраивается, соответственно, в прогрессе. В определенной... Компетентность не подходит. Да, да, компетентность не подходит. Как это выглядит? Вот выдаю тайну чуть-чуть небольшую. Сколько у нас интересного всего, вот здесь и сейчас. Да. Так. Единственное, не видно вот третью. Значит, аудирование, например, да, понимать... Это для пятого, шестого, седьмого класса. Понимать звучащие речи, значение отдельных слов и смысл простых предложений с условием, что собеседник говорит в медленном темпе и делает большие паузы. Вот такой достаточно обширный результат, сформулированный, да, который не за один урок, не за один день, естественно, формируется, да, и достигается за определенный прижимуток времени, вот в зависимости от того, как учитель, сколько часов там заложено в программе и так далее. Но, значит, речь идет о том, что это базовые знания, это легко, да, то есть такой легкий. Это А1. Здесь как раз-таки и мы, естественно, закладывали подход к уровневому образованию, обучению, да, то есть мы говорим о том, что и в соответствии с ВГОС это достижение до порога уровня на протяжении всего основного общего образования уровень А2, да, и пятый класс, это мы заканчиваем в пятом классе уровень А1. Значит, с этими базовыми знаниями дальше мы можем продолжать это умение развивать и переходим уже в части аудирования, например, к пониманию основного содержания, основной информации в простых и коротких текстах на знакомые темы. Ну, а на уже высоком уровне мы переходим к метапредметным результатам и уже учимся соотносить, работать с информацией, да, соотносить полученную от собеседника информацию с другими данными, событиями и адекватно на нее реагировать. У нас тут есть вопрос от Юлии. Планируется ли создание материалов для дополнительного образования в рамках МЭШ? Да, доп. образование тоже охвачено и планируется, да. И МЭШ используется также и при реализации программ дополнительного образования в том числе. Чтение тоже мы можем посмотреть, да, как оно протягивается у нас по трем уровням базовый, повышенный, высокий, тоже в рамках глобального, да, чтения. Здесь мы учимся прогнозировать содержание текста на основе ключевых слов и иллюстративного ряда и заголовков. Дальше мы учимся понимать основное содержание простых коротких текстов разных жанров на темы, которые затрагивают личную сферу учащегося. Ну и дальше идем в метапредметный результат. Также протягивается говорение, диалог, полилог. Отдельно идет монолог у нас и на экране вы можете увидеть формировки, которые еще не утверждены, они могут еще измениться, поэтому сейчас, конечно, прежде чем время говорить, ставить точку здесь. Но я думаю, что проблем у нас не будет с тем, чтобы договориться. Вот фишка в чем заключается? В том, что к каждому материалу, ну, не к каждому материалу, а к каждой теме подвязывается этот результат, и ученик на каждом уроке он будет знать, над чем он сейчас работает, какого результата он сейчас пытается достичь с учителем. И очень важно, что эти результаты, это формулировки, которые были сделаны конкретно для учителей, для профессионалов, а формулировки для детей, они выглядят несколько по-другому. Вот, например, письмо, да, формулировать короткое сообщение, я сейчас зачитаю, здесь не включил презентацию, формулировать короткое сообщение с изложением своих планов. Да, я могу написать короткое сообщение, в котором я расскажу о своих планах. Вот так вот. Ну, то есть фактически вот коллеги спрашивают, это расшифровка уровня сефра на русском языке? Не совсем, ну, не совсем шифровка сефра, да, но, естественно, сефра... Ну, это наш... Ну, если мы говорим про языковую шкалу, безусловно. Да, это наш вообще основной документ. Вот, и еще вопрос, будут ли проходить модерацию уроки, созданные на основе учебников, не входящих в федеральный перечень? В федеральный перечень никакой речи, никакой роли не играет абсолютно. Вот, все уроки, все сценарии уроков проходят модерацию и достойные, которые пользуются популярностью и востребованным, также поощряются грамотовой политикой. Очень здорово, спасибо большое. И, наверное, так вот, подводя уже итоги нашему эфиру, расскажите, пожалуйста, немножко нам про тенденции и прогнозы. Что вы думаете, coming soon, вы уже немножко нам рассказали, что нас ждет в ближайшем будущем? Переосмысление. Переосмысление. Я могу говорить только в пользу, скажем так, иностранных языков. Мы надеемся, мы прогнозируем, мы рассчитываем и ожидаем, что учителя при появлении такого инструмента, удобного, как уже сформулированные результаты, будут несколько по-другому относиться к планированию своего занятия учебного и, ну, грубо говоря, не заниматься только там отработкой языковых навыков и готовых двигателей, а оставлять правильный глаголос, правильный слог. Подходить к занятию и к созданию сценария урока, это что-то создать сценарий урока. Это большая работа, большая методическая работа, отнимающая, в том числе, много времени, но это повышение своего собственного профессионального развития, да, то есть это реальная такая прокачка, своих скиллов, да, сейчас можно говорить, в часть преподавания своего предмета. Те учителя, которые действительно думают об этом, хотят быть в топе, да, хотят хороших результатов, действительно, коммуникация, а не просто выход из школы с тем, что я умею читать и умею наизусть говорить, пересказывать топик. Да, да. Как знаете, во французском, да, je m'appelle Nathalie, je suis en train. Вот. К сожалению, картина такая, сейчас тут ручающая, в плане того, что, ну, вот почему мы и ожидаем вот этого, скажем так, инсайта, да, для учителей такого нового уровня, вот, скачка, в том, что учителя переосмыслят свою деятельность, вот, профессиональную, не будут сидеть на одном учебнике, вот, это миф, что учителя должны заниматься только по учебникам, которые вам в перечне, все это не так, и Маша, это на доказательство. Это очень приятно нам услышать было, если честно, потому что я думаю, что, да, учителя тоже поддерживают эту точку зрения. Большое вам спасибо. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Мне пока сейчас модератор откроют наши слайды, расскажу вам, где нас найти, и вы сейчас пока, пожалуйста, задавайте вопрос. Алена, открой мне, пожалуйста, слайды последние. Итак, вопрос. В некоторых уроках в библиотеке встречаются ошибки. Проходят ли сейчас эти уроки повторную модерацию? Да, у нас появится скоро кнопочка к тому же «Сообщить об ошибке», если такие ошибки... Сейчас пока ее нет, но она появится скоро. Сейчас на данном этапе можно написать их в поддержку, указать ID сценария урока, сообщить об ошибке. Этот урок снимается с модерации. Автор контента предупреждает об этом, автор контента исправляет туда ошибку и обратно отправится в модерацию и принимает. Коллеги, еще... Конечно, ошибка – это нормально. Ну, конечно же, ну, понятное дело, все люди, вот, модератор – это не машина, хотя, я так понимаю, что планируют тоже вывести на искусственный интеллект. Это было бы очень интересно. А вот технически платформа справляется сейчас? Сейчас гораздо лучше справляется, чем это было раньше, в прошлом году в том числе. Ну, конечно, все у нас развивается. У нас сначала даже самые основные провайдеры, такие как Zoom, и же с ними тоже ложились от такого большого количества нагрузки. Да, Teams интегрированы в систему Москвы, это он и школы. Вся Москва работает в Teams. Если мы говорим о дистанции, например, да, ну, и в смешанных формах обучения, потому что, ну, как бы, есть большие, огромный плюсы, это огромный опыт, который мы получили за все это время пандемии, локдауна, вернее, да, и за то время вынужденного нахождения на дистанции. Вот. Огромный опыт, и он будет использован и в офлайне, естественно, потому что это, в принципе, то, что, к чему мы так медленно шли, неохотно, вот. А blind learning – это классная штука, вот, ее нужно использовать и как-то перестраиваться вот именно в этот контекст. Коллеги, пока задавайте вопросы, я несколько слов расскажу про то, что Relo 30 лет, вы все знаете. У нас сейчас идет акция «Сезонный заказ». Готовьте сани летом, потому что при размещении заказа до 15 июня 2021 года у вас специальные условия, вы подбираете литературу вместе с нами, получаете методическое сопровождение, гарантированная поставка к новому учебному году, ну и, конечно же, мы за качество, и вы получаете лучшие скидки и подарки от нас. Итак, еще один вопрос, Виктор. Создается тест один учителям, другой этот тест использует в своем уроке, а первый лишается права исправить свой тест. Будет как-то проработан вопрос. Не очень понятно. Первый лишается права исправить свой тест. Я как-то так... Автор контента, он является автором контента, он имеет право, только он, исправлять какие-то ошибки, если были найдены. Не очень понятно. Татьяна, честно, тоже немножечко не поняла. Хорошо, коллеги, мы благодарим Виктора, огромное вам спасибо за эфир, вы всегда можете быть с нами, Релот вас ждет во всех соцсетях, на Фейсбуке, ВКонтакте, на Ютьюбе, и мы делимся с вами с удовольствием новостями из сферы образования, не только из сферы ЛТ, вот у нас потрясающие спикеры, какие приходят, вы видите, проводим для вас методические мероприятия, и рады будем ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, пишите нам, получайте наши консультации, ну и будьте с нами. Виктор, вам огромное-огромное спасибо, прекрасного настроения, отличных выходных. Коллеги, спасибо, что были с нами в эту пятницу. Большое спасибо всем коллегам, всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok